друзья всем привет сегодня по многочисленным вашим просьбам мы снимем ролик адвайс который будет посвящен вот этим вот волшебным кормушкам это кормушки окна на рынке они уже достаточно давно и у меня поступало просто колоссальное количество вопросов когда ими ловить как ловить для чего они нужны их преимущества их недостатки могу сказать что когда эти кормушки только появились на рынке я относился к ним достаточно скептично и считал что для наших условий это далеко не не самый интересный аксессуар и первый сезон вообще их не покупал не пробовал и и не планировал но так получилось что на одном турнире один из моих соседей на через одного спортсмен очень хорошо ловил плотву и взял зону используя исключительно кормушки подобного типа тогда я задумался о том что ну может быть все таки стоит пару таких кормушек купить я их купил пару штук и особо то не использовал в коробке они валялись опоросы кидал тоже ничего не понимал с чем их едят потом было еще пару ситуаций это были тоже турниры турниры на небольших реках где основная целевая рыба был подлещик то есть мелкий подлещик средний подлещик особо крупной рыбы не было но и не мелочь где именно в конце туров спортсмены очень круто долавливали рыбу когда подлещ был уже просто в диком прессинге он уже не клевал тыкал то есть ну практически поймать его было не то чтобы невозможно но очень сложно то есть там за час удавалось поймать одного-двух остальное все либо нереализованные поклевки либо и вовсе их не было и тогда я подсмотрел да и спросил уже у спортсменов после тура как им удавалось ловить этого хитрого подлещика использовали они как раз кормушки окна закрытого образца и есть нескольких видов к этому чуть позже и применяя кормушки подобного типа они использовали исключительно резку мотыля практически в чистом виде то есть наполняя окошко и чуть-чуть придавливали сверху прикормкой и получается что ловили очень пассивную рыбу тогда когда ни у кого это не получалось то что резко мотыля работает по пассивному там подлещику это не новость мы об этом знаем это такой хороший природный аттрактант но когда мы подаем его в классической кормушке он все-таки достаточно сильно впитывается с кормом и хоть и доходит до дна но в любом случае это немножко разный тип подачи поэтому подсмотрев вот такой вот вариант я все-таки решил эти кормушки чуть больше использовать и первый наверное большой турнир когда мы нашли их плюсы частично это был чемпионат россии не в этом году а в прошлом году в липецке когда речь шла о дальних дистанциях и один из самых больших плюсов всех этих кормушек это то что они невероятно круто летят то есть они летят на супер дальние дистанции ну я ловил 92 метра были меня осознанно это было на волге уверен что можно ловить на дистанции 100 плюс при поставленной техники заброса при этом сохраняя какую-то адекватную точность заброса насколько она возможно данная на этих дистанциях поэтому первый несомненный плюс это дальнобойность окна летят очень очень круто и переплевывает уже сербскую пулю хотя есть вопросы по корма емкости но этот вопрос тоже уже ввиду некоторых конкретных кормушек можно решить давайте перейдем конкретнее сегодня мы будем рассматривать эти кормушки на примере двух производителей скажу сразу что я использую только престон и гуру то есть есть сейчас на рынке другие варианты есть кормушки более дешевые каких-то мастеров я это все не пробовал изначально я ловил кормушками гуру потом несколько моих коллег сказали что попробуй престон престон лучше могу сказать что ну как бы нет я с ними не согласен но если изначально гуру сделали окна вот такого закрытого образца не первые появились на рынке и их основной плюс как я видел изначально был в том что можно подать резку практически там если не в чистом виде то в очень увлажненную то есть можно было прикормку практически подать состояние к она чуть ли не вытекает из пальца сделать это другой кормушкой ну очень сложно можно было там как-то пробочками сюда же можно просто буквально залить прикормку увлажненную живым компонентом это для меня был их однозначный большой плюс и отличие от всех других кормушек которые есть моем арсенале но через какое-то время престон вышел на рынок вот с такими кормушками то есть мы видим здесь уже гораздо больше отверстий я называю их соты потому что они мне напоминают как раз таки вот соты из улья у меня мама занималась пчеловодством примерно вот такого плана гуру ответили достаточно быстро они сделали также окно но вот с такими ну как бы окошками одно большое и много маленьких плюс-минус эти кормушки однотипны по отдаче их плюс ну точнее может не плюс а их отличие от кормушек первого образца закрытого то что корма не отдают гораздо лучше первое время я честно говоря также скептически относился к этим кормушкам потому что как раз таки большим плюсом окон я видел их закрытость что можно было подать корм так и в том виде которым другими кормушками не получалось и по крупной рыбе как мне казалось уже закрытые кормушки работают лучше они меньше фонят в ярусе лучше доносят все это до дна поэтому к этим кормушкам я пришел чуть позже не считая что их можно использовать в принципе вообще как замену пулем на дальних дистанциях они действительно корма дают лучше они и в ярусе могут фонить сюда можно забить прикормку уже как клейкую так и достаточно сыпучую но всегда окон был один такой нюанс что это слабая корма емкость насколько они подходят для того чтобы ловить ими как кормушкой основной изначально для меня окно это был как один из вариантов захода на точку учитывая что они компактные хорошо летят быстро тонут они как правило улетают немножко за ваше кормовое пятно если вы ловите какой-то там дюзой пулей ставите окно она улетает немножко дальше и вы можете поймать рыбу которая кормится дальше боится заходить на основной но правило то крупная рыба то может быть лещ карась карп то есть любые осторожные крупные виды рыб то ловля именно этой кормушкой на постоянной основе мне казалось ну не самым эффективным вариантом особенно учитывая что корма действительно даже вот размер l угуру они ну как бы несет не так много но в этом сезоне в начале этого сезона я участвовал на соревнованиях тверская область была и столкнулся с тем что было очень большая глубина просто катастрофическая и кормушки тонули очень долго при этом у меня там на дистанции какой-то 50 метров может 50 с небольшим саша приличная дистанция клевала густера и клевала скажем так темпово на каждом забросе но при этом очень много времени я тратил как раз таки на разгон кормушки на ожидание пока кормушка упадет до дна ну и плюс классические даже пули даже веса там 60 грамм конечно я не знаю сколько не падала кормушка сейчас не вспомню но очень долго и даже самый клейкий корм конечно в ярость это все отдавалось поэтому я тогда решил проводить ловить окном на постоянной основе то есть я давал и прикормку живой компонент вот таким окошком чуть больше но плюс-минус это как раз открытый вариант от гуру к моему удивлению у меня действительно получалось держать рыбу даже такой кормушкой в течение там соревновательного прессинга да когда корма много и тогда я решил что принципе эту кормушку действительно можно иногда в определенных условиях брать за основную и ловить и столкнулся я еще с плохими погодными условиями с дальней дистанции и с мелкой рыбой и вообще ловил кормушкой пулей кого бы вы подумали уклейку да такое тоже бывает это был воронеж шторм второй тур крупная рыба дико козлила и был дождь ветер и достаточно дальняя дистанция и на этой дальней дистанции у меня клевала мелкая плотва и крупная уклейка и кидать туда любыми другими кормушками даже там компактной сербии было и тяжело и кормушка долго тонула и поставив вот такую кормушку 60-ку я забрасывал очень быстро во-первых скорость полета этой оснастки тоже феноменальная у меня получалось ловить там условно говоря уклейку с каких-то там сорока семи метров очень быстро быстрая поклевка быстро она приземлялась на дно и грубо говоря чувствовал себя таким дальнобойным темповиком и такие ситуации в ходе соревнований действительно бывают очень часто помимо этого турнира помню вообще турнир 34 точно было когда кормушка окно она если было ну не прям полностью основную половину тура отведенного турнирного я точно ловил именно подобной кормушкой также скажу о отборах на которых минимум если я не ошибаюсь три спортсмена которые попали в сборную россии по фидеру использовали кормушки окна разных производителей разного размера разной формы открытости да то есть это и открытые закрыты но сам факт что многие ими ловили ловили успешно и это доказывает еще раз что это действительно очень эффективный аксессуар который рыболовы спортсмены точно должны иметь своем арсенале ну и к вопросу о том что хотелось бы ловить и далеко и и кормить прилично конечно кажется что такой кормушкой допустим удерживать леща вряд ли представляется возможным престон сделали вот такую достаточно большую кормушку которую как сейчас утверждает уже ряд моих коллег является самой дальнобойной это престон лардж самая большая 75 грамм то есть кормушка достаточно большая тяжелая не в принципе она идеально подходит по тесту да под какие-то там 140 удочки то есть хэвики идеально вгружается и улетает 100 плюс и может быть куда-нибудь еще и дальше не знаю насколько это нужно для спорта но иногда за горизонт действительно кидать приходится чем мне допустим прест не нравится в отличие от гуру они выматываются что буквально как кирпич очень тяжело их не не шатает из стороны в сторону но выматываются нереально тяжело при этом все-таки форма открытости отличается от гуровской поэтому есть у меня в арсенале и те и другие но в дальнейшем все же я буду отдавать предпочтение гуру они мне просто банально даже визуально больше нравится как сделано и гуру также ответили они сделали бы этап то есть как у них есть и дюзы они сделали также большое окно которое в принципе сопоставимо с простым даже чуть больше мест на что в стойке идут там 40 грамм 50 но есть груза там и 60 грамм и такой кормушку в принципе учитывая что она открытая учитывая что она большая как сказал один из моих коллег в принципе может быть это все и альтернатива дальнобойным каких-то пулям данным допустим сербии потому что по моему мнению это одна из лучших дальнобойных кормушек но вполне вероятно что на ближайших их-то дальнобойных турнирах мы будем пробовать ловить окнами и я уже видел на турнирах ребята брали зоны изначально просто поставил большой бы этап и используя его в течение всего тура то есть этой корма емкости точно хватит чтобы удерживать леща даже в ходе соревновательного прессе мы плюс никто также не мешает вам закормить объемной кормушкой еще более большой чем это допустим и дальше использовать эту в ходе ловли если вам прям очень нужно там со старта накрыть какую-то огромную поляну поэтому что касается весов многие спрашивают ну какие там должны быть веса этих кормушек могу сказать что у меня после того как я видел что это действительно эффективно я вообще скупил то почти все вплоть до того что есть вот такие маленькие кормушки там они разных весов есть 20 до 30 грамм вообще буквально наперсточки да есть груз грубо говоря если мы снимем угуру кстати груза снимается но я этим вообще практически не пользуюсь насколько удобно будет снять груз поставить другой или снять кормушку поставить другую ну не кажется по времени сопоставим и поэтому я груза даже не откручиваю но грубо говоря вот зачем нужен вот такой вот маленький контейнер как раз таки для ловли пассивной рыбы когда нужно буквально там забить или чуть-чуть корма или чуть-чуть какой-нибудь резочки мотыля или там подкинуть вообще сюда десяток крупных мотылей и доловить какую-то очень очень осторожную рыбу плюс учитывая что там она в таком формате может быть 50 грамм вы прекрасно понимаете куда она полетит до куда угодно это вообще грубо говоря ваш маркерный груз и как вариант захода даже разового на точку такие кормушки имеют место быть и действительно бывает очень очень эффективно то есть я на отборах ловил также по принципу ловил кормушкой дюзы переходил на окна и ловил окном до момента когда не получал поклевку но у меня были серии и по три рыбы и по четыре рыбы то есть пока в окно клевала я им ловил дальше переходил то есть получалось наверное половину времени ловил классической кормушкой половину времени ловил окном и со следующего сезона я также думаю что буду более активно пробовать эти кормушки изначально как основные рабочие что касается оснащения монтажа здесь вообще никаких наверное различий нет я также ловлю окном с отводом отводы с флюорокарбона 0.3 на скрутке но и ваш монтаж здесь он со штекерной резиной может быть на фидергаме то есть абсолютно все то же самое классический фидерный монтаж но вот с таким вот такой интересной кормушкой которая сейчас уже пользуется реально очень большой популярностью и я думаю что хотя бы там четыре кормушки разные корма емкость разного веса коробочки у вас должны быть и также пробуйте их именно чередовать и поймете что действительно при помощи такой кормушки вы можете получить поклевку тогда когда у вас вроде бы там не клевала на классику в первую очередь конечно то не из-за волшебства какого-то а из-за того что это кормушка позволяет вам обловить ваше пятно чуть чуть дальше можно ли это сделать им при помощи другой кормушки да конечно можно можете поставить просто более тяжелую компактную кормушку он также улетит дальше вы тоже сможете это сделать но окно в своем плюсе то что если вы используете небольшое она как бы не сильно размажет вам точку то есть вот таким окошком этом пару заходов сделать и там забьете мотылем допустим чистым и все вы . а дальше держите ее то есть если сделать этот какой-то там кормушкой просто это вас получается что будет корм и тут и там здесь есть возможность просто зайти аккуратно помимо того что можете за пятно можно кинуть влево вправо аккуратно такой же кормушкой проверить наличие рыбы по краям и убрать и дальше держать основное ваше пятно не размазывая его можно конечно кидать пустышками скажете вы да это тоже практика рабочая но если речь идет о сильном ветре то ну пустышку вы там даже на 40 метров уже точно не сможете закинуть если хотите допустим метр от пятна попробовать ну скорее всего у вас если получится точно не с первого раза такой кормушка это можно сделать все быстро поэтому что касается минусов ну по корма емкости производитель уже пофиксил я думаю что ну на данный момент конечно эта кормушка не для темповой ловли мы не будем ловить им особо там уклейку да у меня такое было но это какие-то разовые акции когда мы используем их преимущества именно весовые именно полетные то есть это кормушка для ловли нормальной донной рыбы хотя повторюсь что изначально я видел как люди там били 10 килограмм плотвой используя вот такую среднюю кормушку просто забивая ее в большом количестве там опарыша это было необходимо то здесь был корм но основная масса это был просто утопленный опарыш и это окошко все это аккуратно давала на дне принцип работы да он закрытом формате интересен то что она не отдает сразу она отдает в большей степени когда мы выматываем оснастку насколько это нравится рыбе не знаю но то что с подобной кормушкой клюет означает что точно хуже это не делает ну и там был тоже такой разумный вопрос но если у престона здесь далеко не все нормально стоят они некоторые падают будет ли она стоять вот таком виде на дне мы тоже сидели общались с ребятами ну по-хорошему если ловим конечно в натяжку сквертипом вроде бы этого быть не должно но у меня есть идея проверить это на воде как действительно ведет себя окно в частности гуровская и если закинуть допустим дать натяжение да потом дать полный провис получится ли там что мы ловим в начале вот таком движении но нет думаю что во все-таки никаким образом не встанет и падает под таким углом поэтому скорее все таки она лежит но у нас были до вопросы может ли атом на дне встать ну похоже похоже что нет ну под водой все таки надо будет проверить на всякий случай то есть так то она не падает считаю что падает вот так нам наверно все таки она будет лежать но вопрос интересный поэтому если у кого-то есть бассейн аквариум или просто в чистой воде можно вот этот момент еще проверить поэтому резюмирую еще раз хочу сказать что кормушки окна действительно это интересная разработка которая пришла в нашу фидерную рыбалку и имеет место быть хотя изначально я считал что это такой заморская какая-то причуда которая при ловле нашей рыбы особо никак не поможет но я свое мнение изменил и поэтому вам тоже рекомендую в арсенале подобного рода кормушки иметь я уверен что они реально позволяют сделать фидерную рыбалку более эффективно и с ними вы сможете в ряде конкретных ситуаций поймать рыбы больше чем нежели используя классические фидерные кормушки которые мы все прекрасно знают надеюсь сегодняшний видос вам был полезен если так палец кверху подписывайтесь на канал пишите в комментариях еще какие темы вам было бы интересно чтобы я разобрал в рамках рубрики земли xadvice я рассмотрю ваши предложения вполне вероятно сделаем еще какие-нибудь интересные видосы сегодня у меня все до новых встреч пока